Всем привет! Сегодня я предлагаю провести со мной некоторое время, посмотреть на мои покупки корейской косметики. У меня за последнее время было очень большое количество различных новых средств, которые я купила. И многие из них мне очень понравились. Некоторые я еще не активно тестирую, но в целом уже сформировала какое-то первое впечатление. Поэтому если вы любите рассматривать, что же другие девочки купили, такого рода видео, обязательно продолжайте смотреть. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новинок, потому что я в последнее время действительно огромное количество продуктов тестирую. И стараюсь делать это не только с какими-то разрекламированными средствами, но и рассказывать вам о тех продуктах, которые не широко популярны. Итак, давайте, наверное, я начну с продукта, который я очень давно хотела попробовать, потому что это своего рода must-have. Очень многие люди, которые интересуются корейской косметикой, желают попробовать это средство. И это знаменитая эссенция от фирмы SUM37. Вот в такой коробке был продукт. Это не совсем эссенция, это essence mist. То есть это средство, которое выглядит вот таким вот образом. Здесь сам mist и второй сменный блок. В общей сложности, если я не ошибаюсь, 60 мл. А, два по 60, то есть здесь 60, здесь 60, 120 мл. Я очень давно, как я уже сказала, хотела попробовать эту эссенцию, потому что эссенция от SUM37 это такой Holy Grail, который на самом деле, мне кажется, известен очень многим. Потому что в первое время, когда эта эссенция только поступила на рынок, она была просто sold out везде, потому что продавалась буквально с лотка за 3 секунды ее сметали. То есть это действительно средство, которое очень-очень многим нравилось и нравится до сих пор. Поэтому мне очень хотелось на самом деле посмотреть, что же это такое за великолепие, которое стоит не дешево совсем. За что мы, собственно говоря, хотим заплатить такие большие деньги. Я купила mist, потому что, во-первых, мне очень нравится сам формат mist. Мне нравится использовать продукты именно в распылителе, потому что, как вы знаете, эссенции, они довольно жидкие в большинстве своем, и поэтому очень много продуктов иногда стекает между пальцев, то есть уходит, а это все-таки не бюджетное средство. И не хотелось бы терять такие драгоценные капли, поэтому я решила попробовать именно в таком формате это средство. Здесь я уже на самом деле активно использую ее. Первая баночка, она выглядит вот так. У нее очень мелкодисперсный распылитель, то есть буквально невесомое облако, такой пыль, такая пыль получается, когда вы распыляете ее на лицо. Это First Treatment Essence, то есть она используется сразу после умывания. Вы наносите ее перед тоником или вместо тоника. Я ее очень часто использую вместо тоника, потому что она очень интенсивно увлажняет и питает кожу. У нее действительно, от нее есть ощущение, что на коже есть какой-то вот прям какой-то продукт, то есть она не просто водичка, как, например, эссенцию от фирмы Миша, тоже знаменитая, я про нее рассказывала, Time Revolution. Вот та просто вода, то есть да, она делает хорошо кожи, она ее преображает со временем, но сразу при нанесении у вас есть просто ощущение, что вы умылись обычной водичкой, какой-то, возможно, там, не знаю, проточной, не проточной водой, но смысл в том, что нет ощущения вот какого-то ухода именно на лице. Здесь есть стопроцентное ощущение того, что вы что-то такое посерьезнее наносите на свое лицо. Кожа становится очень напитанная, она становится очень увлажненная, и с мистом я могу находиться очень долго, не нанося никакой последующий уход. Сейчас мне все очень нравится, то есть я на самом деле в таком тихом восторге после использования, потому что она дает очень красивое сияние кожи, и действительно на 5 просто с плюсом ее увлажняет. Поэтому да, я считаю, что это очень достойное приобретение. Посмотрим, как будет дальше, но пока у меня только положительные впечатления. Дальше. Если уж я про Сум начала рассказывать, то от Сум 37. Я попробовала еще два продукта, и про них я уже рассказала в видео про фавориты, поэтому обязательно посмотрите это видео, фаворитное. Там я очень подробно рассказываю, почему же я рекомендую всем из вас попробовать эти средства. Это линейка, которая называется Garden Blossom, и в основе гибискус, ферментированный экстракт гибискуса, и молочная кислота. То есть это очень мною любимый ингредиент в косметике. Я решила, что мне просто необходимо попробовать эту линейку, и правда не ошиблась, потому что для меня это на сегодняшний момент просто огромный-огромный фаворит. Я очень активно использую, довольно много уже израсходовала. Тонер и эмульсия. Тонер очень жидкий, но при этом хорошо увлажняет, а эмульсия просто потрясающая, дает сияние вашей коже, и на высочайшем уровне она увлажнение тоже дает, поэтому мне безумно нравятся эти продукты. Дальше. Купила я вот такое средство от фирмы Ayob. Я так активно прошлась по этой фирме, на самом деле, и попробовала много продуктов. Тоже про два из них я рассказываю в фаворитах. Это средство я еще не очень активно использую, поэтому не могу пока сказать свое полноценное мнение о нем. Это фейс-массажный крем для лица. То есть линейка та же Ideal Relaxing называется. И это вот такой вот массажный крем. Здесь очень большой объем. Не знаю, сколько здесь миллилитров, но он действительно прям внушительная такая банка. Здесь нет минерального масла. И что такое вообще массажный крем? Зачем он нужен? Массажный крем – это продукт, который вы используете после тонера. Вы наносите его на лицо, и по массажным движениям делаете, соответственно, массаж вашей кожи для того, чтобы стимулировать клетки, для того, чтобы улучшить кровоснабжение в коже, для того, чтобы придать коже тонус. И за счет своей формулы этот крем действительно придает вашей коже очень красивое сияние и до тонуса. То есть я использовала это средство два раза, и мне понравился эффект, который он дает. Помимо увлажнения такого питания и тонуса, вы действительно получаете очень-очень красивое такое сияние на вашей коже. Кожа выглядит просто, как будто бы вы только что от косметолога вышли. Собственно говоря, это такой вот спа-салон на дому для вас. То есть это то, что позволит вам получить полноценный спа-уход в домашних условиях. Поэтому к массажным кремам я очень многим рекомендую присмотреться, особенно тем, кому за 30, потому что кожа теряет активную упругость именно в это время. И для того, чтобы все-таки как-то стимулировать эти все процессы, именно вот таким путем, да, путем массажа, нужны средства, которые легко скользят и будут, наоборот, способствовать тому, чтобы ваша кожа так расслаблялась, скажем так. Кремовая консистенция, такой ненавязчивый приятный аромат. Я не смываю этот продукт, то есть я наношу по массажным линиям, промакиваю потом салфеткой и оставляю. Через некоторое время наношу еще сверху какой-то уходовый крем или ночную маску, потому что увлажнения мне не хватает от этого средства, но это и не увлажняющий крем, то есть у него функции другие все-таки. Так, дальше. Если мы говорим про ночные маски, то я хочу показать два средства от фирмы Goodell. Я на самом деле их довольно активно уже использую. Это средство, которое называется Duo Sleeping Mask. И одна гелевая, а вторая кремовая. То есть это два продукта, которые продаются вместе. Две такие баночки, которые идут в комплекте. И рекомендовано наносить их вместе. То есть ночные маски, которые вы наносите сначала на свой крем одну, а на нее вы наносите еще одну ночную маску. То есть это просто слоеный пирог. На самом деле я не могу сказать, что я в восторге от этих продуктов, потому что я не увидела какого-то интенсивного увлажнения. Сначала я наносила их по очередности. Сначала одно, а потом другое. То есть я имею в виду одно на другое. Потом я решила, что мне нужно, наверное, протестировать их соло по раздельности. И не так, не так. Я не увидела какого-то вау-результата, если честно. Они довольно силиконовые. И вот когда они в паре, да, еще более-менее вы получаете прям такое, знаете, увлажненное лицо. Но опять-таки не на 5 с плюсом. И я не уверена, что я готова сделать так много движений, чтобы, знаете, сначала крем, потом еще две маски. И так, крем и маска это уже много для некоторых. А еще вот когда такая пара, не уверена, что это подойдет многим. Поэтому пока я не в восторге от них. Но посмотрим, может быть, к концу банок я поменяю свое мнение. И в пустых баночках я как-то по-другому о них отзовусь. Так, дальше. Дальше я решила, что мне нужно просто 100% найти для себя какую-то интересную очищающую маску. И я прошлась по не самым известным, скажем так, маскам для очищения лица. Естественно, корейским. Первое, что попалось под мою горячую руку, это маска от фирмы Too Cool for School. Это маска с марокканской глиной. Выглядит упаковка вот так. Это крем-пэк, потому что есть еще прессованные таблетки. Это кремовая маска. Она глиняная. У нее довольно приятный аромат. И она действительно как будто крем, когда вы ее наносите. Как будто крем у вас на лице ощущается. Она абсолютно не сушит кожу. Она не стягивает лицо. Она не высыхает на лице. И она очень круто сужает поры. Она их сужает, она их очищает. И она просто великолепная. Поэтому я в восторге. Я думаю, что скоро в фаворитах я более детально про нее расскажу. Маска, которая мне тоже очень сильно понравилась. Это совсем неизвестный для меня бренд. Я даже не уверена, что я смогу его правильно прочитать. Beauty and Skin Bienes. Наверное, как-то так она называется. Расскажите, если узнаете. Здесь всего 30 мл. Это небольшая банка. У них есть целая линейка различных масок. И я вот решила попробовать именно очищающую. Она называется Pore Clay Mask. У нее очень приятный аромат. Она пахнет какими-то эфирными, как будто бы маслами, травами. И какой-то сливочный есть привкус у нее. Ну, в смысле запах. Безумно приятный запах. Она такая вот тоже глиняная. Тоже не сохнет на коже. Она не стягивает лицо. И она тоже классно сужает поры. Сужает, очищает их. Безумно мне понравилось. Вот такой вот малыш. Если вдруг увидите, рекомендую попробовать. Пока никаких абсолютно нареканий нет. Странное средство, но мне понравилось. Это фирма Make Prem. И у них вот такая вот есть маска, которая называется Clean Me. Radiance Cleansing Pack. Это средство, которое можно наносить в душе. То есть у них есть еще другая маска. Тоже как будто бы для душа. Это вот именно очищающее и подсвечивающее кожу средство. Которое на самом деле очень хорошо очищает ваше лицо. Но в душе я ее не использую. Потому что я все-таки не уверена, что я готова жертвовать средством, чтобы оно все равно смывалось с вашего лица. Я наношу ее просто как обычную маску. Здесь есть глина в составе. Наношу на 3 минуты, не больше. И потом ее смываю. То есть она за 3 минуты на самом деле решает вопрос забитых пор. Она их очищает очень хорошо. Она их сужает. И для меня это такой экспресс вариант, когда у меня нет возможности хотя бы 10 минут походить с маской. Потому что вот с этим я хожу по 10 минут. А это такой экспресс вариант утренний. Ее утром рекомендуют использовать. Поэтому да, это формат маски, который удобен. Который удобен для тех, кто спешит. Вы можете чистить зубы и параллельно быть с маской. Она довольно сложно смывается. Но в этом ее и плюс. То есть вы можете, как я уже сказала, параллельно заниматься какими-то другими делами. Мне понравилось пока это средство. Будем дальше тестировать. Расскажу позднее о полном впечатлении. Дальше. И средство, которое я вообще не поняла пока. Я не уверена, что я смогу с ним сдружиться. Это маска от фирмы Tosso Wong. Это та фирма, которая делает вот эти большие прополисные ампулы. Я про них рассказывала. Называется Miracle Skin Pore Tightening Pack. Выглядит она вот так. Большая такая туба. Здесь 150 миллилитров аж. Она имеет очень неприятный для меня аромат. Аромат женщиня. Такой травяной. Травяной. Какие-то вот эти восточные их травы, которые я очень сильно не люблю. Для меня это один из самых неприятных ароматов, к сожалению. И еще один большой минус. Она просто невероятно сложно смывается с кожи. Это самая трудно смываемая маска из тех, которые у меня были. Она из красной глины. И она засыхает на лице. Она его очень сильно стягивает. Если вы передержите, буквально нужно максимум 5 минут держать. И то я бы даже минут 3 держала. Потому что потом ее просто невозможно смыть. Я ее соскабливала пальцем. Я ее использовала всего один раз. И не увидела какого-то грандиозного результата по очищению пор. Но увидела вот эту вот трудность в смывании и потом в удалении остатков. Пока нет. Но возможно мы с ней подружимся еще. После тестирования большого количества пробничков я купила вот такую маску от фирмы Охви. Это Miracle Moisture. Это их розовая линейка на фото. На видео сейчас просто отсвечивает. Она белым выглядит цветом. Но это розовая вот эта их серия. Очень мне нравится она. Я делала на нее обзор мини-набора. И вот эта пенка мне понравилась по тестерам. Она кремовая. Она прям такая приятная. Вот именно кремовая такая текстура у нее. Которая практически не пенится. Но она мне кажется, что все равно немножко проигрывает. Вот моей на сегодняшний момент любимой кремовой умывалке от фирмы Охви. Которая тоже есть в фаворитах. Это немножко, мне кажется, более, менее щадящее. Более подсушивающее что ли. Но опять-таки я полноразмер пока не открывала. Тестеров у меня было всего 10. Но по тестерам она мне очень понравилась. Я решила чуть дольше ее протестировать. Купила я вот такую энзимную пудру от фирмы Zima Gen. Наверное она называется. Это фирма, которая... Отсвечивает тоже не видно. В общем, это ферментированная косметика. Это косметевтика. Они делают лечебные продукты. Они, на самом деле, довольно известны в Корее. Делают очень много средств для проблемной кожи. С ферментами, с кислотами и так далее. И вот это вот, на самом деле, пудра, которая не содержит ни того, ни того. То есть, это просто обычная, стандартная энзимная пудра. Мне просто захотелось для себя попробовать такой формат очищения. Я пробовала другие энзимные пудры, но вот это очень многие хвалили. И поэтому я захотела ее протестировать. Энзимных пудр хватает очень надолго. То есть, 10-60 грамм. Но мне кажется, ее хватит просто на полжизни. Обязательно вам расскажу, пока не открывала. Дальше, флюид, который я очень давно тоже хотела попробовать. Это фирма Too Cool For School. Essential Fluid. И называется это флюидом. То есть, это средство, которое вы наносите на этапе эссенции. То есть, вы можете использовать тоник, вы можете не использовать. Она может быть как средством между тоником и сывороткой. Также вы можете использовать ее просто как тонер. Для меня это просто тонер. Здесь много питательных ингредиентов. Здесь есть масло ши. Здесь есть керамида. И это такая, знаете, прям вот молочная субстанция. Безумно мне понравилась. Но мне кажется, что она все-таки осенне-зимняя для моего типа кожи. Она прям питает. Очень интенсивно питает кожу. Приятный ароман. Но средство шикарное. Правда, очень мне понравилось по первому впечатлению. Я вот совсем немножко пока использовала. Но отложила. И сейчас использую тонер от Sum37. Потому что он немножко полегче на вот такое вот пока не сильно прохладное время. Так, дальше. Дальше у меня вот такие вот патчи от фирмы Cosrx. У меня таких уже, наверное, не знаю, две штучки закончилось. Это патчи на прыщи. Я про них тоже писала в Instagram. И я хотела включить их в фаворитное видео. Но там уже было просто больше пяти средств. И пришлось исключить их. Но на самом деле это на 100% фаворит. То есть это такие вот нашлепочки на прыщи, которые вы приклеиваете локально. Только туда, где есть проблемы с воспалениями. То есть на прыщ. И средство работает. Мне безумно понравились. На сегодняшний момент это лучшие патчи, которые я пробовала именно от воспалений. Они реально высасывают все, что можно из прыща. Поэтому если у вас есть подобные проблемы локальных высыпаний, я очень вам рекомендую попробовать именно этим. Так, дальше. Дальше у меня опять-таки со своим зудом головы я уже всех достала. Но по-прежнему эта проблема меня беспокоит. И по-прежнему я вынуждена покупать какие-то новые-новые продукты, чтобы пробовать. На этот раз это был тоник от фирмы Skinfood. Я не взяла с собой в Россию средства от Lador, который у меня тоже тоник для кожи головы. Это примерно такая же вещь. Это средство с мятой из их известной линейки Fresh Scalp. Это такая вот водичка, которую вы брызгаете на корни. Она немножко должна снимать зуд, немножко охлаждать. Здесь есть спирт. На самом деле это большая проблема у подобных продуктов. В средстве от Lador тоже есть спирт. Но то средство мне кажется все-таки более натуральным и более рабочим. От этого я пока не увидела никакого результата, если честно. То есть зуд активно как-то этот продукт, к сожалению, не снимает. Поэтому я пока не поняла это средство. Но буду продолжать его использовать. Крем, который я сейчас просто для себя отложила. Потому что у меня есть вот эта эмульсия. И как-то мне сейчас с ней комфортнее. Но мне очень понравился этот продукт. Я писала про него в Instagram. Это тоже фирма Make Prem. И крем, который называется Save Me. Крем содержит всего 12 ингредиентов в составе. У него такая приятная кремовая сливочная консистенция. Ну то есть это обычный крем. Он пахнет обычным кремом. Но у него очень чистый состав. Это раз. Подойдет любым аллергикам, любым обладательницам каких-то чувствительных типов кожи. Но еще у него очень большой плюс. Он настолько комфортно садится на ваше лицо, что он может стать незаменимым must-have для очень многих, мне кажется. Потому что он очень комфортный. Он отлично увлажняет кожу. Он снимает покраснение. Он снимает раздражение. Он убирает зуд. Он садится, не дает никакого жирного блеска. Мне кажется, он даже немножко матирует там, где нужно. При этом там, где не нужно, он оставляет красивое сияние на вашем лице. То есть у вас лицо выглядит живым, увлажненным, не перегруженным и при этом очень живым. Целых 80 мл в упаковке. Мне безумно понравился. Серьезно. Я не ожидала, но пока я его отложила, потому что сейчас по ощущениям мне хочется использовать именно эмульсию. Но я обязательно к нему вернусь. И обязательно я вернусь вот к этому крему, который просто меня поразил на самом деле. Это очень знаменитый продукт. Называется Beauty of Jason. И средство, которое красиво просто выглядит в своей презентационной упаковке. Здесь такая бумажка, которая напоминает банку с вареньем. В принципе, все это средство. Когда оно приходит к вам, вот так вот выглядит красиво баночка. Крем, который на самом деле безумно известен сейчас в Корее. И очень многие блогеры про него рассказывают. Я обязательно сниму на него отдельный обзор. У него невероятная текстура. Он похож по текстуре на улиточный крем. Он немножко тягучий. Он немножко такой липковатый, как вы видите. Но при этом, когда он садится на вашу кожу, он дает отличный лифтинг. Он приятно очень пахнет. И он классно просто увлажняет и реально подтягивает вашу кожу. Но вот эта вот текстура, она такая странная немножко изначально. Там есть не ацинамид. То есть он еще и выравнивает цвет вашей, тон вашей кожи. Пока использовала раз пять и просто влюбилась. Серьезно. Но опять-таки пришлось его отодвинуть, потому что очень активно я тестирую вот эти вот два продукта от Сум. Хотелось их в паре попробовать. Но этот крем, если вы ищете что-то именно для того, чтобы придать лифтинг вашей кожи, упругость, просто номер один пока мне очень нравится. И последнее средство, которое мне тоже удалось попробовать, и давно его хотела протестировать. Это такой малыш, у меня их, наверное, штук шесть. Это Сум 37. И средство для глаз, линейка Waterfull. Средство называется Timeless Water Gel Eye Lifting Essence. И это продукт, который напоминает просто гель. То есть это не эссенция, это такая вот стандартная текстура геля для глаз, как вы видите. Он довольно хорошо увлажняет и реально дает хороший лифтинг. То есть если вы ищете что-то, что придаст именно лифт эффект вашей кожи вокруг век, то я очень рекомендую вот это средство. Я не ожидала, что он действительно так все приподнимет. Мне не очень нравится этот эффект подтягивания, потому что мне пока подтягивать нечего. Но вот у него реально есть ощущение вот этого лифтинга. То есть что-то тянется вот кверху. И это здорово. Если у вас есть проблемы нависшего века, если есть проблемы возрастных изменений, я рекомендую это средство. Оно, конечно, не бюджетное, но при этом у него минимальный расход. И вот действительно, мне кажется, хватит очень надолго. Аромат приятный, на нем ничего не скатывается. Несмотря на то, что я не люблю гелевую консистенцию, это средство мне понравилось, потому что увлажнение дает очень-очень хорошее. Вот так вот это были все мои покупки. Я надеюсь, вас заинтересовали эти средства. Они будут мелькать обязательно в последующих моих видео, потому что я буду их сейчас активно использовать, тестировать, рассказывать вам о своем мнении. Если какое-то конкретное средство вас заинтересовало, если вы хотите, чтобы я сняла на него отдельный обзор, обязательно дайте мне об этом знать. И обязательно подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о том, что вам нравится или не нравится в тех продуктах, которые я показывала, потому что мне всегда интересно ваше мнение. Это многим полезно становится, кто читает комментарии. Поэтому я приветствую любую дискуссию на своем канале. Спасибо за ваши просмотры. Увидимся в новой части. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok